Благодарить Бога за посланный урожай – исконная русская традиция. Издавна в конце лета отмечаются три спаса – яблочный, медовый и хлебный. Хлебный спас – это 29 августа. Вот уже заканчивалась жатва, и люди приходили в храм, освящали хлеб, колосья, благодарили Господа за урожай и спрашивали богословие на предстоящие труды тоже, чтобы был хороший урожай. После службы священники во главе с митрополитом совершили крестный ход и освятили хлеб, который затем раздали прихожанам. Праздник достаточно такой символичный. В этот день пекут хлеба из муки нового урожая. В некоторых местах сеют азиму пшеницу, которая на следующий год должна дать новый урожай. То есть, в общем-то, ну а хлеб – это для русского человека, это был, кстати, основной продукт питания, который обеспечивал человека всеми необходимыми веществами. В Нижнем Новгороде в храме во имя всемилостивейшего спаса службу провел владыка Георгий. Для прихожан храма это особенно приятно, ведь не каждый день удается побывать на службе митрополита. Сегодня, конечно, торжественная служба. Как же, владыка пребывал. Чего лучше еще? Это счастье для нас. Владыка к нам пришел в храм. Ну, а наши тоже хорошие священия. В этом храме такая служба бывает очень редко. Такая большая и, конечно, большая честь для нашего храма, я так думаю. И мы прям вот, ну я не знаю, с таким благоговением стояли. И наш митрополит, это, конечно, когда он служит, это действительно как будто Бог с нами рядом, что он тут стоит. И вот поэтому мы все в этом храме сегодня. Кроме хлеба в этот день освящают еще и колосья. Из церкви их уносят домой и целый год хранят как оберег. Есть еще одна примета. Насколько обильным будет стол на хлебный спас, настолько сытой будет и зима.